Разрешите коротко вам доложить о том, что происходит в Назарбаев университете на данный момент. На данный момент мы имеем 6 школ, 3 школы, которые готовят по программе бакалавриат, но уже разрабатываются ими программы и докторские, и магистрские. Также 3 школы высшие, которые готовят по программам магистратуры и докторантуры. У нас на данный момент 2128 студентов, включая более 100 магистрантов. И 20 докторантов. Около 300 преподавателей, 90% этих преподавателей это международные эксперты, международные преподаватели, которых мы нанимаем на международном рынке вместе с нашими вузами-партнерами. Но однако мы делаем все для того, чтобы наращивать свой потенциал. Для этого делается все, чтобы отправлять молодые кадры, особенно те, которые у нас прошли программу «Балашак». Так как у нас работает около 200 стипендиатов программы «Балашак» как в лабораториях, помощники преподавателей и сами преподаватели. 18 апреля была принята новая стратегия Назарбаев университета на 2013-2020 годы, которая определила основные стратегические цели и направления, обеспечивающие эффективное и динамичное развитие университета, как передовой модели высшего образования эталона всех вузов страны. Также у нас теперь новая система управления университетом. Управление управляет университетом на сегодняшний момент управляющий совет, который возглавляет ректор университета. Видение университета. Подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов мирового уровня, ученых и предпринимателей, необходимых для дальнейшего развития и процветания Казахстана. Миссия. Проведение реформ в системе высшего образования и науки Казахстана и внесение вклада в становление Астаны как Международного центра инноваций и знаний. Университет, исходя из миссии и видения стратегии, организует свою цель по следующим пяти стратегическим целям. Коротко о них доложу. Первое – это лидерство в реформировании системы образования. Видим это мы в обеспечении передачи опыта университета казахстанским высшим учебным заведениям и исследовательским центрам. Став новой точкой роста в системе высшего образования Казахстана. В этой связи нами разработана концепция и реализуется программа по передачу опыта в сфере академической деятельности и научной деятельности, а также в области инноваций внедрения науки в производство, в создании интегрированной академической системы здравоохранения казахстанским вузам. Система управления академической деятельностью Назарбаев университета построена на основе принципов академической свободы и автономности, права самостоятельно разрабатывать академические программы. Правильно выстроенная стратегия международного партнерства служит основой в успешном предварении жизни основных принципов развития университета. Партнерные университета, как вы знаете, ведущие университета мира, как Кембридж, Дью, университет Пенсильвания и так далее. Следует отметить, что принятие решений и ключевые моменты взаимодействия не диктуется университетами-партнерами, а определяется самим университетом. Цель вторая – академическое лидерство. Для достижения этой цели в сотрудничестве с вузами и партнерами разрабатываются учебные программы по широкому аспекту дисциплин бакалавриата, магистратуры, докторантуры. И особенно я хотела бы отметить наши академические политики, которые отвечают требованиям международных стандартов и требованиям международных признанных аккредитационных агентств. Одним из основных направлений университета является работа со студентами. Реализация идеи воспитательной работы направлена на создание университета как территории интеллекта для притока талантливой молодежи. Основной концепцией работы со студентами является система гармоничной интеллектуализации казахстанским коэффициента полезного действия или взаимодействия системы формирования и развития личностных и гражданско-патриотических, поликультурных, духовно-нравственных и других качеств. Наш личности нового типа, ориентированный на прогресс общества и приоритет универсальных ценностей. Несмотря на все это, на то, что университет международный, язык обучения английский, особое внимание мы отделяем укрепление казахстанского патриотизма через разработанные специальные обучающие курсы «Казахский язык», «История Казахстана», «Казахская литература», «История казахской музыки», «Казахский фольклор», «Казахская драма». Кроме того, способствуют формированию чувства патриотизма у студентов тематические и студенческие журналы, встречи студентов с современными деятелями науки культуры Казахстана, конкурсы на знание государственного языка, литературное состязание на трех языках. Научное лидерство выражается в формировании системы научных исследований мирового класса в партнерстве с лучшими учеными исследовательскими центрами мира. Уже сегодня научно-исследовательская деятельность осуществляется в научных центрах и школах университетов, в которых реализуется 144 научных проектов. Цель четвертая – создание моделей оказания услуг здравоохранения. Интеграция образования, исследования и клинической практики – один из главных приоритетов университета, направленных на развитие и укрепление медицинского кластера, представлено медицинской и другими школами по подготовке кадров здравоохранения, а также научными центрами университета и клиниками национального медицинского холдинга. Цель пятая – стать основным двигателем инноваций и внедрения науки в производство, создать основу для становления Астаны как регионального центра инновации. Вот это самые основные направления, по которым на сегодняшний момент работает Назарбаев университет. Спасибо за внимание.